Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и мире. И подписывайтесь на наш канал в телеграмме по QR-коду, который вы видите на картинке. Я только что прилетел из Мадрида, где в Королевском оперном театре присутствовал на премьере оперы Турандот Пучини, которую впервые поставил прославленный американский визионер от театра Боб Уилсон. Совсем недавно он приезжал в Москву со своим моноспектаклем «Лекция ничто Кейджа». К этому показу я делал специальную лекцию о творчестве самого Уилсона, ссылку на которую вы найдете под этим видео. Тот же, кто мою лекцию слушал, помнит, наверное, что я был инициатором показа в Большом театре его знаменитой постановки другой ориенталистской оперы Пучини «Мадам Баттерфляй». Собственно, невероятная любовь к этому легендарному спектаклю мастера и подтолкнула меня на поездку в Мадрид. Как я сказал Бобу после премьеры, мне захотелось сравнить японку Баттерфляй с китаянкой Турандот. Между ними почти два десятка лет, и было интересно наблюдать за тем, как трансформируется за эти годы подход Уилсона, в том числе и к восточной тематике. Но сперва два слова о самом театре Реал. В Испании сегодня за право быть лучшим конкурируют три театра. Помимо королевской оперы, это еще и театр великих традиций Лисео на Рамбле в Барселоне и молодой относительно дворец искусств Валенсии, недавно построенный по проекту знаменитого архитектора Сантьяго Калатравы. Театр в Мадриде, конечно же, хочет быть первым, ведь он работает в столице. Но, тем не менее, здесь явно не хватает денег для лидерства, а главная публика в Мадриде крайне консервативная. Здесь предпочитают что-нибудь старое и костюмное, чем передовое. Тем не менее, и Уилсон здесь уже ставил много лет назад раннюю оперу «Судьба» Леша Яначика, да и другие режиссеры. Особенно пытался встряхнуть Королевский оперный театр Жерар Мортье, при котором здесь были и Пелиас Уилсона, и Макбет, и Донжуан Чернякова, и Аланта, и королева индейцев Селларса с Курензисом. Но именно борьба с консервативными традициями этого театра довела Жерара до ухудшения его здоровья. Кстати, премьеру «Травиаты» Уилсона в Мадриде сразу отменили после его ухода. Ее показали в Линце, а потом у нас в Перми. После этого в Мадрид позвали опытного театрального менеджера Хуана Матабоша, который долго правил в Лисео и вуз себе не дул. Теперь он крутится как уж на сковородке, пытаясь и угодить консервативные публики, и не прослыть интендантом, у которого совсем нет свежих идей. За второй пункт и отвечала новая постановка «Турандот», которую, как принято сегодня, осуществили совместно с театрами в Торонто, Хьюстоне и в Вильнюсе. Как вы понимаете, после отмены «Травиаты» у Уилсона было сложное отношение к этому театру. Но, тем не менее, спектакль у него получился необычный и интересный. Я уже рассказывал в своей лекции о режиссере-художнике, что часто его формализованный подход к материалу дает неожиданный эффект. Мелодраматизм, который был так свойственен Пучини, исчезает, а герои превращаются в живых людей, чья душевная теплота неожиданно принимает невиданный на оперной сцене размах. Признаюсь, кроме «Травиаты», не люблю других Уилсоновских постановок «Верди», а вот «Мадам Баттерфляй» никто лучше него не поставил. В первую очередь потому, что большой знаток восточных театральных ритуалов, Боб стремится уйти от иллюстративного ориентализма в сторону аутентичных образов, которые скорее выглядят нашими сновидениями об этой стране и ее людях. Другое дело – сказочный былинный Китай в Турандот. Он изначально должен быть лишь от псевдоориентальности, но сколько я видел версий Турандот, постановщики обычно всегда скатываются либо к халатам с китайского рынка, либо к временам маоизма и хунвейбинов, а иногда, как в спектакле Франчески Замбелла в Большом театре, бывает и то, и другое. Пучини старался не уезжать далеко от Тора Дель Лага, где у него была его любимая охота на водоплавающих. Китай в его музыке – это и есть сон. Кстати, сон этот так и не был завершен. За Пучини это сделал Альфана, который сопроводил последний его шедевр довольно невяжущимся со всем остальным счастливым концом. Сегодня уже есть несколько других версий финала, которые не так оптимистичны, но финал Альфана остается самым популярным концом этой оперы. Надо сказать, что Пучини в Турандот, наверное, наименее мелодраматичный. Да и, наконец, в его музыке слышно, что на дворе 20 век. Но постановщикам во всем мире почему-то нравится идея, что редкая Мегера Турандот внезапно меняется к лучшему, увидев самоубийство рабыни Лю. Ну, с какого перепуга-то? Вообще, отношения со смертью в этой опере непростые. Думаю, что это было связано с близким концом самого композитора, который завещал похоронить себя буквально в собственном доме. И сегодня посещение его виллы в Торе-дель-Лаго производит гнетущее впечатление. Я не мог отделаться там от воспоминаний о ритуале жертвенного самоубийства, который есть и в Бутерфляй, и в Турандот. То я не знаю, как этот спектакль будет выглядеть в другом театре и с другими исполнителями. Давно я не слышал таких средних оркестра и хора. Хор еще и не старается чисто выполнить поставленные мизансцены. Дирижер Никола Луизотти старается расчистить музыку, выявить не детали, которые утопают обычно в массах тути. Это приводит к странному эффекту. Музыка, лишенная пылкой итальянской душевности, с одной стороны заставляет услышать ее как-то иначе, с другой звучит холодно, остраненно, а местами равнодушно. Под стать этому и солисты. Вагнеровская Примадонна, шведка Эрен Теорин, вечная Изольда и Брунгильда, чья Турандот всегда звучит остро и мощно, но от нее веет скорее скандинавским холодом. И тенор Грегори Кунде, который еще недавно совмещал трейли Рассини с драматизмом Верди. В партии Калафа он выглядит тоже несколько замороженным, хотя его свободные верха делают его абсолютным фаворитом вечера. Давно я не слышал такого неосундорма, чтобы не было страшно за тенора. Вообще в этом составе верхние ноты, которые у Пучини вечная загвоздка для исполнителей партии Турандот и Калафа выглядят самой простой проблемой. К сожалению, на этом список хороших певцов заканчивается и сразу ощущается бюджетный дефицит театра Реал. И Оланда Ауянет в партии Лю произвела странное впечатление, все время приблизительное пение. Блекло выглядел и Андреа Мастрони в партии Тимура. При этом очень средние локальные певцы в партиях министров, точно почувствовав свой шанс, прекрасно поют и умело двигаются, изображая таких китайских болванчиков. Знаете, какая мысль приходит в первую очередь в голову? Кастинг этого неблестящего по многим параметрам состава проведен умело и аккуратно. Возможно, звезд с неба не хватают, но как-то люди думают, чтобы певцы сочетались в дуэтах и ансамблях и думают об этом заранее. Например, премьеру должна была петь Нина Стеме, но она повредила колено во время исполнения «Кольца» в Лондоне и не смогла принять участие в репетициях. Но в театре было три состава на Турандот, ведь спектакли аж 18. После отмены Стеме, спектакли были перераспределены между Теорин и хорошо известной нам Оксаной Дыкой, которая поет во втором составе, традиционно который всегда более слабый и дешевый. Именно от такой работы администрации театра зависит впечатление публики от состава певцов. И когда та же Дыка торчит столбом посреди кастинга «Бал Маскарада» в нашем большом, то это вызывает раздражение. А в среде даже в слабом наполовину первом составе ты не ощущаешь, чтобы кто-то выбивался так сильно. И все это работает на то, что суммарный эффект не выглядит провалом. Все вместе певцы и хорошие, блеклые работают на ансамбль. Но вернемся к человеку, который сделал этот спектакль. Как я уже заметил, постановка сочеталась с музыкальным исполнением. В ней тоже было много холодного остранения, невероятной красоты графичных мизансцен. От исторического Китая в спектакле остаются только воины в традиционных костюмах, которые сегодня выглядят скорее инопланетными пришельцами. Уилсон тщательно подчеркивает музейность этих персонажей, они становятся настоящими живыми статуями. Увы, неидеальность статистов немного раздражает весь спектакль. Многие китайские мотивы даны легким штрихом и намеком. Вот министры, мечтающие о тихом прудике с бамбуком, все время подпрыгивают на месте, напоминая пластика китайский танеца Щелкунчика Григоровича. Их руки и головы трясутся непрерывно. Испанские артисты с честью выходят из ситуации, когда надо петь и все время шевелиться. Или император в роскошном халате парит над сценой, недаром называют его все сын неба. Альтоуму поет, кстати, знаменитый в прошлом росиньевский тенор Рауль Хименес. Конечно, самые тонкие и красивые сцены – моление луне, когда свет, зарождающий вместе с музыкальным пианом белой полосой, на бледно-голубом экране расцветает на форте сияющим диском. Но это в первом акте оперы. Вообще, главный цвет спектакля редкий для Уилсона ярко-красный. Уже до начала представления вас встречает огромная кровавая луна на кровавом же фоне. Спектакль Боба о торжестве женского начала, зависимости женской природы от мифологем прошлого, как в Арии Турандот из второго акта, лунных циклов, власти, к которой сегодня в эпоху Миту стремятся женщины. Поэтому погибает белоснежная и чистая Лю, как образ жертвенной женщины прошлого. Необычно решена сцена смерти. Она связана с текстом, который поет Тимур над трупом рабыни. Редкий пример такого использования нарратива для Уилсона. Пока Тимур поет, как он бы еще не раз прошел с Лю рука об руку, она уводит его в иной мир сложным хореографическим путем. Они освобождают сцену одинокой кровожадной женщине. Алая Турандот ведет весь спектакль дуэль с белоснежным калафом. Уверенность в своей правоте, следование раз и навсегда рожденной схеме мужа-ненавистницы приводит к полной атрофии чувств. Лучшее положение для Турандот на выезжающем высоко над сценой балконе. Она царит над миром, как кроваво-красная луна. В момент состязания с принцем на заднике появляется устрашающая картина двигающихся нейронов мозга. Ничего так не хочет Турандот, как победить. Точно материализовавшись, нервные окончания превращаются в дикий лес переплетенных лиан, между которыми потерялся калаф во вступлении к своей знаменитой арии. И только его чистая песня заставляет сгинуть эту страшную массу. Но победить принцессу ему все равно не удается. И в финале он растворяется в темноте вместе с толпой, поющей вроде бы о счастье. Но в голове Турандот счастье выглядит иначе. Она одна на аванс-сцене, а красный задник разрезает белоснежная игла. Рядом с современной Турандот нет места для равного мужчины. Вечный уилсоновский синий цвет, который, как считал Гёте, есть волнующее ничто, влечет за собой. Алый цвет Турандот – это цвет стремления к вечной молодости. Прочь сомнения этот красный – идеальное удовлетворение для глаз. Такой феминистский финал оперы Пучини сегодня выглядит не просто актуальным, а совершенно идеальным. Почти 20 лет назад в Баттерфляй главная героиня ради мужчины пригвоздила себя кинжалом, точно бабочку-булавкой. Сегодня Турандот пригвождает весь мужской мир белоснежной иглой. В будущее возьмут не всех, но женщинам в нем точно найдется правильное место. Меня много спрашивали в комментариях на фейсбуке, стоит ли в марте ехать в Вильнюс на этот спектакль. Если честно, то не знаю. Многое зависит от того, кто будет петь и дирижировать там. Кстати, вроде бы дыка не будет, не бойтесь. Одно могу сказать точно – всем рекомендую поехать в Амстердам в апреле-май, где будет последний показ «Мадам Баттерфляй». После премьеры в Мадриде Боб мне в личной беседе подтвердил, что это абсолютно точно последний блок спектаклей «Баттерфляй». Больше живьем его никто и никогда не увидит. А вот этот спектакль настолько совершенен, что мне кажется, его нельзя пропустить. Обязательно надо хотя бы раз увидеть каждому опероману. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь, в Телеграме, на Фейсбуке. Помните, что мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok